В эфире программа «Сила в праве» и я, ее ведущая, Татьяна Пузанова. Здравствуйте. В последнее время в средствах массовой информации часто упоминается о том, что тот или иной руководитель привлечен к уголовной или субсидиарной ответственности. Почему это происходит и как руководителям избежать рисков и негативных последствий, поговорим сегодня в нашей студии вместе с моим коллегой Михаилом Немчиновым. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Да, эта тема актуальная, она актуальна для многих и для меня, кстати, в частности. Я являюсь сам генеральным директором двух компаний, и мы как юридическая компания, в нашей практике встречаются случаи привлечения к ответственности, в том числе к субсидиарной ответственности директоров, учредителей, бенефициаров. Эта тема сейчас очень актуальна. Да, тема актуальна, и я предлагаю, прежде чем мы начнем наш подробный разговор, давайте поясним нашим телезрителям, кто такой руководитель компании и почему занимать эту должность не только выгодно, но и престижно, но и сопряжено с определенными рисками и негативными последствиями. Если не возражаете, я начну, а вы дополните. Руководитель организации – это наемный работник. На него распространяются все нормы трудового законодательства, и трудовые гарантии. Есть определенные особенности, которые установлены корпоративным правом. В частности, увольнение генерального директора, так же, как и прием его на работу, осуществляется по решению собственника компании. Либо это совет директоров, либо акционерное собрание, собрание учредителей, в зависимости от того, к чьей же компетенции устав относит решение данного вопроса. Нужно понимать, что трудовой договор, условия трудового договора, размер оплаты труда, вопросы примирования генерального директора – все они решаются только по согласованию с собственником организации. Очень у многих людей у нас бытует мнение, что это очень здорово и выгодно быть директором. Ну, в общем, да. Но наравне с этим это еще и ответственность, которая может наступить. У нас как раз на эту тему есть сюжет, как всегда, реальная история. Давайте посмотрим. Внимание на экран, пожалуйста. Определенное время назад со мной связался один из предпринимателей Курска и предложил стать директором в его компании. Учитывая, что я посмотрел бухгаловские документы, и в компании была неплохая выручка, был рост и неплохая прибыль, к тому же предприниматель сказал, что ему нужен человек для развития компании. Я согласился. Но через некоторое время я понял, что та документация, которая была бухгаловской, она оказалась липовая. Соответственно, начались кассовые разрывы. Еще через определенный промежуток времени я узнал, что собственник компании вывел из компании очень крупную сумму денег. Когда я об этом узнал, я, естественно, захотел прекратить взаимоотношения с компанией, но собственник всячески этому препятствовал. Постоянно тормозя процесс, говорил, что нужно помочь по проектам, потом говорил, что нужно решение учредителей. Когда я понял, что он специально затягивает процесс, я в одностороннем порядке, с помощью юристов прекратил взаимоотношения. Собственник, не зная по каким причинам, тоже через определенный промежуток времени прекратил деятельность компании, причем это сделал таким образом, что просто уволил людей. В результате получилось так, что ко мне начали приходить требования со стороны налоговой инспекции. Ну и еще страшнее, через некоторое время следственные органы возбудили уголовное дело, потому что компания не расплатилась по налогам. И меня начали приглашать в Следственный комитет для отдачи показаний. Но отдать должное следственным органам они разобрались в ситуации, и я прошел по делу как свидетель, но нервы помотали достаточно прилично. Михаил, можете прокомментировать сюжет? Я так понимаю, что ситуация, описанная в нашем ролике, не является редкостью? Достаточно распространена сейчас? К сожалению, да. Здесь достаточно распространенная, понятная ситуация, когда человек, ну вот, кстати, хочу отметить в плюс человеку, он даже изучил бухгалтерскую документацию этой компании. К сожалению, уровень некой грамотности, корпоративной гигиены наших сограждан, наших клиентов, которые впоследствии становятся крайне низок. Поэтому не изучают документы, не изучают историю компании, просто становятся директорами. На самом деле, это очень важный момент, когда генеральный директор устраивается на работу, он не просто должен прийти, подписать документы о приеме на работу, он также должен хотя бы минимально изучить историю компании, изучить вопрос, кто является собственником данной компании, насколько они добросовестно ведут себя, насколько они добросовестно ведут бизнес. Это крайне важно. Крайне важно также в процессе работы компании обращать внимание на документы, на доверенности, которые выдает генеральный директор. Не подписывать документы, просто вот не глядя, что называется, подмахнуть, да, это определенные базовые вещи, которые человек должен понимать, являясь руководителем компании. И в дальнейшем вот соблюдение всех этих, как я называю это, корпоративной гигиены, есть такой термин, позволит минимизировать, если не избежать полностью, то хотя бы минимизировать риск ответственности, связанный с привлечением руководителя к уголовной, административной, гражданской ответственности, в том числе и к субсидиарной, о которой мы будем говорить дальше. Вообще, когда мы говорим о субсидиарной ответственности, это деликтное обязательство. Что это означает? Это означает, что компании был нанесен ущерб какими-то действиями. Здесь вообще выделить нужно две сферы, опять же. Первое – это нанесение ущерба компании, когда реально директор своими действиями наносит ущерб. Действует недобросовестно, неразумно. Совершенно верно. Это приводит к ущербам. Совершенно верно. Второй момент – это формальные основания. Вот здесь, к сожалению, может попасть под ответственность, под удар совершенно добросовестный человек. Как в нашем ролике, к примеру. Как в нашем ролике. Потому что здесь имеет значение, например, совокупность документов, которые должен был хранить этот человек. Такты приема передачи к договорам, это какие-то бухгалтерские отчетности и так далее. И если сейчас он не сможет, он не сохранил, не сможет передать управляющему в случае банкротства этой компании, именно он попадет под субсидиарную ответственность. А вопрос этой ответственности очень серьезный. Например, мало кто знает, но эта ответственность наследуется. Наследуется раз, и она не списывается. То есть… Приличном банкротстве. Совершенно верно. То есть руководитель компании, который попал под субсидиарную ответственность, а я хочу отметить, обычно суммы – это не 100-200 тысяч, это миллионы, десятки миллионов рублей. Вот этот долг, он, скажем так, является пожизненным. И, к сожалению, наследуется и дальше. То есть уйти от него, избежать – это невозможно. То есть субсидиарная ответственность для наших зрителей, поясню, это личная финансовая ответственность учредителя, акционера, руководителя компании, бенефициарного владельца, то есть контролирующего лица. Но, кроме этого, негативные последствия привлечения к субсидиарной ответственности могут быть также возложены и на наследников, и на членов семьи, руководителя, учредителя или лица, который был привлечен к этой ответственности. Очень правильное замечание, Татьяна. Я хочу еще дополнить. Очень активно развивается практика, и это актуально для героя нашего сюжета, когда человек, который не принимал каких-то решений, а мы слышим, например, из сюжета, что были выведены, помимо его воли, изъявления, выведены какие-то крупные суммы из компании. То есть можно предположить, что в чужих руках были инструменты, рычаги управления компанией. В данном случае он является в некотором смысле номинальным директором, и вот сейчас есть норма, позволяющая такому номинальному директору обратиться в налоговую со специальным заявлением, и налоговая признает его номинальным, только он должен открыть действительного выгодоприобретателя, действительного бенефициара и управляющего этой компании. Тогда ответственность будет направлена государство именно на этого бенефициара, а не на номинального директора, который, в общем-то, ни в чем не виноват, кроме в том, что не понимал значение своих действий, что он делает и какие документы он подписывает. Кроме того, что он стал генеральным директором номинально, но при этом не понимал, не осознавал своих действий. Совершенно верно. И управлялся компания фактически другим лицом. С другим лицом, да. То есть действовали за него, его руками. А как часто вообще работает эта норма на практике? Применяется она часто? Скажу так. Эта норма, можно ее отнести к одной из новелл нашего законодательства и, скорее, даже правоприменительной практики. Но вот в последнее время суд отходит несколько от формальных критериев. очень тяжело сформулировать все действительные бизнес-связи, бизнес-процессы компании. Поэтому индивидуально суд подходит к каждому делу. И иногда без формальных каких-то оснований или вопреки им взыскивает. Взыскивает с руководителей, взыскивает с учредителей компании, с главных блогатеров. Реально взыскивает суммы, причем немаленькие. И это, кстати, еще и опасность для добросовестных представителей наших управленцев. Потому что они тоже могут попасть в эту ситуацию. И здесь нужно А. себя защищать обязательно. И даже не А, а Б. себя защищать. А. А. это правильно собирать документы, правильно вести свою деятельность в качестве генерального директора. Очень, например, распространенная практика, когда генеральный директор отдает электронную цифровую подпись бухгалтеру, либо же учредителю. И даже не в курсе, какие именно документы от его имени подписываются. Здесь однозначная позиция. Вы никогда в жизни не докажете, что вы кому-то передали электронную цифровую подпись. Не нужно передавать печать организации. За этим нужно следить, следить за бухгалтерской отчетностью. Если вы генеральный директор, следить, чтобы вы оплачивались вовремя, например, налоги и зарплаты сотрудников. И если что-то из этого не происходит, нужно громко об этом заявлять. Если вы ничего не делаете, не защищаете себя, когда происходит нарушение прав в этой компании, за которую вы отвечаете, ну не надо удивляться, что потом вас какие-то негативные последствия настигают. Здесь все достаточно логично и последовательно. Просто нужно свои права знать. У меня даже в практике был случай, когда руководитель уволился, передал всю документацию, и спустя два года ему прилетел иск о взыскании убытков на 150 миллионов. То есть эта ситуация, она может быть вызвана сменой собственника, желанием оспорить сделки, которые были совершены генеральным директором, личными отношениями с уволенным генеральным директором. И здесь вот вы правильно сказали, что важно в процессе осуществления деятельности соблюдать определенные правила, знать, что ты подписываешь, не передавать электронную цифровую подпись. Но при этом еще помимо того, что ты соблюдаешь правила в процессе работы, крайне важно, на мой взгляд, еще и при увольнении оформить правильное отношение, так сказать, уметь расстаться с учредителями, собственниками бизнеса. И это очень важный момент. И чаще всего у директоров как раз в связи с неправильным оформлением увольнения, с тем, что не все документы были переданы при увольнении, как раз в последующем и возникают негативные последствия всего этого. Вот поэтому я предлагаю все-таки немножко рассказать нашим телезрителям и дать рекомендации о том, как же все-таки увольняться директору. Увольнение генерального директора осуществляется по решению общего собрания учредителей. Генеральный директор, увольняясь по собственному желанию, должен предупредить об этом за месяц собственника бизнеса. Дальше вопрос стоит в том, чтобы проконтролировать принятие решения о своем увольнении. Обязательно нужно взять копию этого решения. Также необходимо подписать приказ об увольнении и опять же взять копию этого приказа. И проконтролировать, что самое важное, внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что полномочия генерального директора были прекращены. Это крайне важный момент, поскольку для третьих лиц сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре, имеют приоритетное значение. То есть для третьих лиц, пока вы в реестре, вы являетесь руководителем организации. Соответственно, все негативные последствия могут быть возложены на вас. Исходя из сказанного, наверное, может возникнуть у наших зрителей ощущение, что становиться генеральным директором ни в коем случае нельзя. Это не так. Здесь нужно соблюдать правила. При приеме на работу, при осуществлении своей трудовой функции и при завершении трудовых отношений. Если вы все делаете правильно, то риски, которые у вас существуют, они сведены к нулю, они минимизированы. Нельзя сказать, что их не существует вообще. Нет, к сожалению, они будут. Но они будут настолько малы, что с этим можно работать. Ну и опять же, необходимо быть готовым к тому, что негативные последствия могут наступить, даже при отсутствии оснований. Есть различные причины, по которым к руководителю обращаются с исками, привлекают их к субсидиарной ответственности. И здесь крайне важно доказать свою добросовестность, разумность своих действий. И вот здесь хотелось бы дать несколько рекомендаций нашим руководителям, как себя вести все-таки в процессе осуществления деятельности для того, чтобы минимизировать вот эти риски. Я всегда говорю о том, что старайтесь собирать документы. Конечно. Сделки, акты приема и передачи имущества, какие-то решения об одобрении корпоративные. У вас должна быть папка, которая содержит в себе копии самых важных документов организации касательно ее деятельности. В будущем, потому что иск может привлететь и через два, и через три года, и крайне трудно вспомнить о том, что было за этот период времени. Иногда люди уезжают в другой город, меняют место работы, теряют полностью связь с этой организацией, где они когда-то занимали должность генерального директора. Но при этом все равно для того, чтобы восстановить в памяти вот эти все моменты, по которым руководитель может быть привлечен в том числе к субсидиарной ответственности, крайне важно иметь вот такую папку. Туда может войти и переписка с учредителями, с собственниками бизнеса. Вот, кстати, очень интересный момент, возник у меня сейчас вопрос. Если у нас все-таки руководитель осуществляет сделку по указанию собственника, может ли это освободить его от ответственности? Здесь есть много решений судов по этому поводу. И, кстати, практика неоднозначна. С одной стороны, мы видим, что было указание собственника, и то есть есть реальный бенефициар, собственник, который руководит в данном случае, а с другой стороны, никто не мешает отказаться от этой сделки. Ведь есть своя воля на совершение этой сделки генерального директора, и он должен был, собственно, принять решение, идти на эту сделку или написать собственнику, желательно написать, что он против этой сделки, и он эту сделку не поддерживает. Очень похожая норма касается вообще вот одной из самых распространенных оснований привлечения к ответственности, когда есть долги у организации, а генеральный директор не подает на банкротство, когда уже нужно. Вот уже пора подавать на банкротство, уже много долгов, общество подходит под критерии неплатежеспособности, а заявления все нет и нет. В этом случае генеральный директор может закрываться тем, что у него не было указания от собственника. У него нет денег в компании на это. Это все не работает. Есть генеральный директор. Здесь нужно понимать, что генеральный директор человек, который руководит. Он не просто номинально написан в бумаге, в приказе о том, что он там существует. Он именно руководит. И собственник имеет законные рычаги воздействия, но они крайне ограничены. Вы, как генеральный директор, обязаны подать заявление в суд на процедуру банкротства, на ликвидацию обратиться в случае, когда это необходимо. И если вы этого не делаете, будет именно ваша ответственность. И я так понимаю, что это то самое формальное основание привлечения к субсидиарной ответственности, которое предусмотрено законом. В случае, если руководитель организации не подает вовремя заявление о банкротстве в суд, он может быть привлечен к субсидиарной ответственности. Есть еще одно, насколько мне известно, формальное основание привлечения. Совершенно верно. Это не передается руководителям документации. Это к вашему разговору о сохранении документов. Все правильно. Здесь есть шутка такая, юридическая. Здесь есть три правила. Здесь есть правило сохранять документы, сохранять документы и сохранять документы. Тогда с большой вероятностью все будет у вас хорошо. То есть быть реальным директором, а не номинальным. Реально вести свою деятельность. Не передавать полномочия непроверенным людям, а лучше вообще не передавать свои полномочия, то есть по доверенностям, не передавать свою электронную цифровую подпись. И, собственно, все эти обязанности, которые предусмотрены законодательством, в том числе законодательством о банкротстве, их нужно исполнять. Действовать добросовестно и разумно. Как бы шаблонно, может быть, это и не звучало. Перефразируя фразу известного мультипликационного героя, нам нужно всем жить не только дружно, но и честно. И именно на это направлены все изменения и все дополнения в законе и правоприменительной практике, касаемые субсидиарной ответственности, которую мы видим в последнее время. Наша программа подходит к концу. Михаил, спасибо вам огромное за участие. Спасибо вам, Татьяна. За интересный диалог. Мы надеемся, что наши рекомендации были полезны для наших будущих, действующих и, возможно, прошлых директоров. Это была программа «В силы в праве». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова